Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня в Государственной Думе отчитывается Олег Васильевич Матыцын, министр спорта. Для фракции КПРФ спортивное направление является одной из приоритетным. Нашему спортивному клубу уже 20 лет. Мы являемся действующими чемпионами России по мини-футболу. Наша команда КПРФ-2 выиграла высшую лигу. Поэтому, конечно, для нас спорт является достаточно приоритетным вниманием, мы к нему относимся. И у нас есть конкретные вопросы. Вопрос, конечно, дисбаланса в спортивной инфраструктуре в нашей стране. Да, есть Санкт-Петербург, есть Москва, есть Казань. Здесь со спортивной инфраструктурой все в порядке. Но есть десятки регионов, где просто даже нет центрального стадиона. Также нас крайне волнует вопрос зарплат в нашем спорте, потому что наши ведущие футболисты, допустим, получают 2-3 миллиона евро. Продолжаются трансферы на десятки миллионов евро дорогих иностранных футболистов. В то же время наши детские тренеры, откровенно говоря, ходят с протянутой рукой, доходят до уровня нищенского просто состояния. Этого вопроса мы, конечно, будем ставить. Мы будем ставить вопрос также и о создании спортивных центров для молодых, одаренных детей, чтобы они не куда-то пропадали, не попадали в лапы каких-то агентов или непонятных мифических академий, чтобы они были на карандаше у государства, чтобы государство само растило чемпионов. Вы спросите, где взять деньги. У нас конкретное предложение. Нам нужно обратить внимание на наши госкорпорации. Хватит уже безраздельно кормить клубы страны, потому что наши сборные сейчас не выступают, наши клубы сейчас не выступают на международной арене. Пожалуй, госкорпорациям стоит обратить внимание на массовый спорт, на детско-юношеский спорт. Мы считаем, что Министерство спорта в этом отношении должно занять совершенно конкретную четкую позицию. Госкорпорации должны сосредоточиться на непосредственно других направлениях спорта. Профессиональный спорт должен поддерживаться, но должен поддерживаться умеренно. Продолжение следует...